МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается одним из самых главных направлений деятельности прокуратуры. К примеру, жилье-сирота в нашей стране обязаны выдавать после того, как им исполняется 18 лет. Именно так гласит закон, действующий уже почти четверть века с 1996 года. Раньше, особенно в 90-е, было хуже. Детей, только вышедших из детдомов, просто-напросто обманывали или обкрадывали. Сейчас такие случаи скорее исключения, чем правила. Как осуществляется прокурорский надзор за соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, я говорю сегодня с моей гостью в студии. Это программа «Прокурор в теме». Я представляю Веру Андреевну Ефименко, заместитель прокурора Кировского района города Самары, младший советник юстиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, тема актуальная. Давайте мы перейдем к разговору. Но прежде чем коснемся основной, наверное, темы, давайте предварим наш разговор вот такими вопросами. Я хочу спросить вас про социальную поддержку и про гарантии, которые предусмотрены для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей. Еще раз здравствуйте. Общие принципы гарантии и меры поддержки предусмотрены у нас федеральным законом номер 159. Он довольно-таки как бы такой зрелый, 96-го года, где дополнительные социальными гарантиями предусмотрены, в том числе гарантия по обеспечению жильем, представление имущества. И это гарантии об образовании, это гарантии о медицинском обеспечении, это гарантии труда и поддержка занятости данной категории лиц. Ну, здесь, наверное, стоит поговорить о каких-то дополнительных гарантиях, вы сейчас сказали в общем, а вот хочется узнать на права, давайте начнем с образования, наверное. К дополнительным правам образования указаны категории лиц, не буду перечислять постоянно дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дабы не занимать эфирное время, относятся к обеспечению права на обучение на подготовительных отделениях образовательных учреждений высшего образования. Кроме того, данная категория лиц имеет право на компенсацию, во-первых, на социальную стипендию и на предоставление ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Может быть, кто-то об этом не знает, стоит учесть эту информацию. — Стоит учесть эту информацию, но мало того, что ее знать, надо знать еще куда обращаться за получением вот этих вот и пособий, и гарантий и так далее. Расскажите, пожалуйста, об этом. — Ну, для того, чтобы получить, так скажем, информацию, минимум такого просветительского характера, необходимо обратиться в департамент, возможно, да, объеки попечисли, в департамент образования, я думаю, прекрасно осведомит о тех мерах, которые предусмотрены 273-м федеральным законам образования. Кроме того, если ваши права нарушаются, вы вправе обратиться в том числе в надзорный орган, в прокуратуру. — Хорошо. Обратиться в прокуратуру, если нарушаются права. Скажите, до 18 лет, я так понимаю, может обращаться законный представитель, а когда сам ребенок может обратиться за помощью в ваше ведомство? — По достижению 18-летнего возраста, либо, как бы у нас в законодательстве предусмотрено, да, признание гражданина до 18 лет дееспособным полностью, да, это маниципация та же, а это признание дееспособным решением суда, как бы, соответственно, как только достигли 18-летнего возраста, либо по иным причинам стали полностью дееспособными до достижения этого возраста, то вы вправе обращаться с защитой нарушенных прав. — Как это сделать? — Прийти в тот орган, который, собственно, занимается этим вопросом, и подать заявление, да, у нас, как правило, все предоставления либо их социальных гарантий носят заявительный порядок, и, соответственно, если вдруг вам отказывают в предоставлении, необоснованно отказывают, да, либо там иные какие-то обстоятельства, нарушают сроки предоставления этих гарантий, то вы вправе обращаться в том числе и к нам, в надзорные органы. — Скажите, пожалуйста, а когда обращается, вот мы сейчас рассматриваем определенную категорию, да, людей, детей, дети-сирот обращаются, когда в прокуратуру, нужно ли быть так сильно грамотно, юридически подкованным, чтобы самому, к примеру, составить заявление, с которым, опять же, обращаться в прокуратуру, либо консультанты в местных отделениях прокуратуры, в районах, я имею в виду, помогают и составить обращение, и подать, и направить, ну и, собственно, прийти, может быть, на записи и пообщаться с прокурором или с помощником прокурора? — Ну, во-первых, это заблуждение, что в прокуратуру района нужно написать какое-то определенное заявление, да, у нас он пишется в свободной форме, то есть как бы единственное там требование, да, это заполнить шапку, написать, что вы именно в тот или иной орган обращаетесь, да, то есть если в прокуратуру вы пришли к Кировскому району, наверняка эта шапка имеется на доске, а не внешне, есть образец заявления, то есть никакой специальной подготовки до этого не нужно, обращаться к юристу и, как бы, не знаю, еще какой-то помощи, тоже нет необходимости. Прием на базе любой прокуратуры осуществляется на ежедневной основе, соответственно, что в районный придете вы, что в городскую прокуратуру, да, что в прокуратуру там какого бы то ни было субъекта всегда есть прием, график приема граждан, и в рамках этого графика вы вправе обратитесь в прием, в том числе и с устным заявлением, где вам подскажут, если какие-то вопросы вам непонятны. Хорошо, продолжаем общаться. Какие предусмотрены дополнительные гарантии и права для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обслуживание, Вера Андреевна? Ну, как бы наряду с теми, которые, да, предусмотрены для социальной гарантии для всех детей, да, на бесплатное медицинское обеспечение, диспансеризацию, прохождение различных лечений, предусмотрены такие еще виды гарантии, как предоставление ежегодно, раз в год, вы имеете право посетить, как они, организацию отдыха детей и оздоровления, и либо, то есть это предоставление путевки ежегодной, либо предоставление компенсации, если вдруг эту путевку приобрел, допустим, опекун. Кроме того, предусмотрена компенсация, то есть проезда к месту отдыха и оздоровления, либо, собственно, предоставление денежных средств для того, чтобы добраться. Добраться. Поговорим, давайте мы с вами еще и о правах на труд и социальную защиту от безработицы. Ну, во-первых, расскажите, что это за понятия, и что они вообще себя включают в общем. Социальная гарантия на представление права на труд и занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает то, что центры занятости у нас обязаны обеспечить трудоустройством указанных лиц, либо при первичном обращении их, как бы при наличии там определенных оснований, поставить их в качестве безработных, и, соответственно, они имеют право на получение пособия по безработице. Кроме того, работодатели обязали, в общем, если работники данной категории, лиц, да, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, вдруг попадают в организацию, которая ликвидируется, сокращается штат сотрудников, либо вообще какие-то процедуры происходят по прекращению деятельности этой организации, работодатель указанной организации обязан работника, либо в случае, если у него сокращение штатной численности идет, либо какие-то должности определенно сокращаются, переобучить за свой счет ребенка, указанной, ну, уже не у ребенка, да, указанной кассивой молодого специалиста, обеспечить его обучением другой специальности, и предоставить ему возможность работать либо у него, либо у нового работодателя. То есть, как бы это уже ложится обязанность. Обучение за счет работодателя тоже должно происходить, да? Да, все верно. Хорошо. Давайте вот еще остановимся на данной теме поподробнее и перейдем, собственно, к основной заявленной теме. Это гарантии на имущество и на жилое помещение. Расскажите, как происходить должно по закону предоставления жилья детям-сиротам? В соответствии с федеральным законом, по дополнительной гарантии, да, указана категория лиц предоставляет жилые помещения по достижению им 18-летнего возраста. Жилые помещения предоставляются из специализированного жилищного фонда. Указанное жилое помещение предоставляется сроком на 5 лет. И для, собственно, как бы того, чтобы такое помещение получить, необходимо попасть в определенные списки, которые составляют у нас орган исполнительной власти. То есть, я не ослышала, жилье предоставляется на 5 лет, не оформляется в собственность? Нет, вы не ослышались, оно не предоставляется в собственность, да, поисключить моменты каких-то неправомерных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как бы учитывая, да, социальную напряженность в этом вопросе, да. Предусмотрена государственная гарантия такая, что изначально предоставляется жилье из специализированного жилищного фонда сроком на 5 лет, а в последующем уже есть определенный порядок, когда это жилье можно будет даже приватизировать и в последующем распоряжаться им как к своим, собственно. А где предоставляется это жилье? Какой метраж предоставляемого помещения? Ну и, собственно, как этот процесс сам происходит? Что-то нужно делать, ну, как бы самому, да, ребенку, либо это делает все государственно, то есть все время оформления на чьи плечи возлагается? Ну, изначально, да, до, по достижении 14-летнего возраста с органами формируются списки тех лиц, которые, собственно, этого возраста достигли и имеют право на представление жилого помещения. То же самое носит заявительный порядок, соответственно, если у ребенка есть опекун, то он с этим заявлением обращается. Также предусмотрено право обращения, если никто в интересах ребенка не обратился ранее, он имеет по достижению 18-летнего возраста и до 23 лет, самостоятельно обратится с таким заявлением и, соответственно, он будет включен в определенный перечень. Если и бывают такие ситуации, что делать, если, допустим, вот указанные лица, о которых мы сегодня говорим, не нуждаются вот именно в данный момент в жилье, ну, то есть проходит где-то обучение, да, или, допустим, учебное заведение предоставило общежитие, или, наоборот, проходит военную службу по призыву, вот как быть здесь и как сделать так, чтобы права ребенка нарушены не были? Ну, если указанные лица не нуждаются в настоящее время как бы в предоставлении такого жилого помещения, да, то по их письменному заявлению жилые помещения могут быть предоставлены им по окончании ими обучения, призыва, то есть прохождение службы, то есть вы пишете заявление, и, собственно, вам это жилье предоставляют уже. Дабы как бы исключить возможность того, что вы, проходя обучение, выживая там в общежитии, да, при этом учебном заведении, либо находясь там в армии, собственно, не платили коммунальные услуги. Ну, это все происходит одномоментно. Я имею в виду, что, вот, допустим, человек вернулся из армии, да, то есть обращаться-то куда, то есть это жилье за тобой находится в резерве, то есть в любой момент, в этот же день, ну, грубо говоря, там на другой, ты можешь прийти уже и устроиться, расположиться. Я имею в виду здесь вот время играет в пользу той категории детей, о которых мы говорим, либо все-таки нужно идти по определенным инстанциям, кабинетам, тратить время, деньги и так далее, и тому подобное. Как вообще налажен механизм вот этот на сегодня? В настоящее время, как бы, ну, в любом случае носит заявительный порядок, соответственно, без заявления, ну, как бы... То есть беспокоиться нужно заранее? Да, состоятельно обращаетесь с заявлением, и, соответственно, органы принимают решение о предоставлении данного жилья. В органах прокуратуры много ли таких заявлений и обращений с нарушением прав детей-сирот и детей, оставших себе из попечения? Есть такие обращения, могу сказать, что их значительное количество, порядка 40 обращений поступило в прокуратуру Кировского района, в частности, да, за прошлый 2022 год. Мы, соответственно, в интересах указанной категории граждан реагируем, если, опять же, есть случаи, когда еще граждане не побеспокоились заранее, то есть они не обращались к заявлению, а уже идут подписать к нам, ввиду того, что, собственно, им жилье не предоставлено. Вместе с тем, вот, в список они лиц не попали, которые нуждаются в этом помещении. То есть там тоже определенный, как бы, порядок существует, да, есть определенный пакет документов, который определяется правительством Самарской области на базе, как бы, тех нормативно-правовых актов. Соответственно, с заявлением, с приложением необходимой документации необходимо обратиться в департамент, и они вас поставят в этот список, и тогда уже можно будет говорить о том, что нарушаются права. Но вместе с тем, конечно, есть случаи того, что обращаются дети-сироты, и в списках они значатся, значатся довольно продолжительное время, и в этом случае мы либо в досудебном порядке мы вносим представление на имя главы администрации. Район определенного, да? Нет, не района, а это на имя главы городского округа Самара. Мы вносим это представление, либо, если досудебный порядок уже там соблюден, либо, как бы, какие-то, опять же, каждый случай нужно рассматривать в отдельности, да, бывают какие-то выбивающие там факты того, что человеку там, собственно, негде жить, да, мы идем в суд, в суде на порядке и обеспечиваем права детей-сирот. За 2022 год у нас таких порядка 11 заявлений, которые осмотрены в суде, наши требования удовлетворены, и получены исполнительные документы, соответственно, на исполнение. Скажите, а вот на эти все процедуры достаточно много времени уходит, и кто потом компенсирует потраченные, ну, не будем говорить о времени, это понятно, хотя бы средства, которые были потрачены на тот же съем жилья? С этим вопросом тоже необходимо обращаться в городской округ Самара, как бы, я думаю, этим вопросом тоже, как бы, займутся, если есть основания для того, чтобы что-либо компенсировать. Вот такой еще вопрос, есть ли какие-то возрастные ограничения по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот? Ну, жилые помещения, да, как у нас предусмотрено действующим законодательством, предоставляются по достижению 18-летнего возраста, а также в случае приобретения полной дееспособности, как ранее уже говорила, то есть до достижения совершеннолетия. Вместе с тем, законно подпускают представление жилых помещений детей-сиротам в достижении 18-летнего возраста в субъектах российских 20-летних случаях, тоже, как бы, мы их уже озвучили. Право на обеспечение жилыми помещениями сохранено за лицами, которые относились к категории детей-сиротам, детей, оставшихся без помещения родителей, и достигли возраста 123-х лет до фактического обеспечения их жилыми помещениями. Порядок предоставления данной категории для лиц жилых помещений. Давайте остановимся на этом поподробнее. Прямо вот инструкцию такую, если можно, озвучьте. И все-таки, как защитить права детей от мошеннических действий? Я уверена, что такие случаи есть. Вот есть ли какая-то прям вот защита, гарантии? Смотрите, порядок у нас предусмотрен. У нас есть 135-й закон Самарской области, 135 ГД, в котором предусмотрен определенный порядок представления жилья данной категории лиц, где предусмотрены формы заявлений, необходимые перечень документов, которые необходимо предоставить для того, чтобы, собственно, попасть в списки нуждающихся. Гарантии предусмотрены, как я опять же ранее, да, было озвучено о том, что сначала у нас идет представление жилого помещения и специального жилищного фонда по договору найма. Соответственно, такое жилье нельзя ни продать, ни сдать, ни подарить, ни оформить в собственность. И уже по достижении вот этого пятилетнего срока данные граждане в праве уже заключить договор соц. найма и предусмотрен законодательством порядке тоже приватизировать указанное жилье. И, соответственно, уже при желании и продать, и подарить, и, собственно, как-то иначе распорядиться уже принадлежащим им имуществом. Ну, всегда во всех правилах есть исключения. Вот какие-то основания исключения из данного списка существуют? Ну, это первое основание. Это, конечно, уже если данное жилье было предоставлено. Да. А это, если указана категория лиц, гражданин приезжает из одного субъекта в другой субъект и встает на, как бы, так скажем, в очередь для получения данного жилья уже в том субъекте. Соответственно, из списков, будем говорить про наш субъект Самарской области, он исключается, включается список того субъекта, куда он приехал, и, соответственно, те документы, которые он ранее собрал, не нужно будет повторно собирать и там, да, они передаются из одного ведомства в другое. И также, ну, порядком исключения, конечно, является, не дай бог, там, смертью меж сироты, ребенка, оставшегося без пописения, родителей. Все, по-моему, много. Ну, и все-таки давайте еще и оговорим и от мошеннических действий. Вы не ответили на этот вопрос. Как можно себя защитить, если, может быть, какие-то дополнительные права и гарантии защиты именно от мошеннических действий детей-сирот? Ну, одной, как бы, и самой важной, наверное, гарантией остается то, что данное жилое помещение все-таки о собственности муниципальной остается, да, как бы, и, соответственно, кроме того, с учетом того, что это специализированный жилой фонд за его состоянием тоже смотрит органы муниципального образования за его благоустроенностью, как оно содержится и, в принципе, обеспечить все меры в том числе, противопожарная безопасность, в самом деле, тоже, как бы, должны органы муниципального образования. Давайте поговорим, если есть у вас такая информация, просто любопытно, каким образом предоставляется еще жилье для детей-сирот, ну, к примеру, жил в городе, да, а жилье предоставляется в области. Это правомерно? И как вообще происходит распределение, если есть, опять же, такая информация, Вера Андреевна? Ну, более детально я, наверное, вам не скажу, по той простой причине, что, как бы, этим занимаются органы муниципального образования, да, органы городского округа Самара. Ну, как правило, жилье предоставлять, учитывается желание, как бы, детей-сирот, но, опять же, в рамках имеющегося специализированного жилищного фонда, то есть, как бы, предоставляется жилье же из этого фонда, как бы, и, соответственно, из того, что там имеется, то и жилье может быть предоставлено. И оно не всегда, как бы, да, старое, то есть строится еще и новое жилье для детей-сирот, и также можно получить новую квартиру, ну, или дом, к примеру. Да, конечно, предусмотрено в новом порядке, а, как правило, там предоставляется в новом жилом доме, и там порядка 25% могут занимать те квартиры, которые предоставляются детям-сиротам. А вот установленный законом пятилетний срок действия договора как раз наема жилого помещения может быть продлен, или вот обязательно после пяти лет нужно уже как-то решать вопрос с собственностью? Данный договор может быть продлен, но, опять же, в определенных случаях, да, которые определены действующим федеральным законодательством и действующим у нас на территории Самарской области законом 135 ГД, да. Предоставляется, если, как бы, есть определенные жизненные обстоятельства, это отсутствие лица из числа детей постоянного заработка и нового дохода, длительная болезнь, а также непроживание лица из числа детей-сирот в жилом помещении, среди нахождения в медицинской какой-то организации, опять же, отбывание наказания вместо лишения свободы, длительная служебная комендировка, такое тоже предусмотрено. — Ну, а насколько, вернее, и сколько указанных лиц в данной категории, о которой мы сегодня говорим, проживает на территории Кировского района? — Согласно татистике, у нас таких лиц в настоящий момент 482 человека, порядка 54 человек в прошлом году только на территории Кировского района проживающих получили себе жилье, реализовали свое право. И в настоящий момент у нас, по-моему, на территории Кировского округа порядка 1642, по-моему, человек, состоящих в очереди, да, и, собственно, из них получается, что, а, 1650, извиняюсь, и вот в прошлом году было выдано 346 квартир. — Ну и обращаются ли со своими проблемами в прокуратуру вашего района? Я попрошу вас все-таки в завершении нашего разговора рассказать о практике прокурорского надзора именно вот в этой сфере. — За 2022 год в данной категории обращений поступало порядка 40. Все они в основном, да, поступают по поводу обеспечения права в жильем, по той простой причине, что, видимо, это более, так скажем, насущная проблема, да, у данной категории лиц. Как правило, мы в досудебном порядке обращаемся с представлением в адрес главы городского округа Самара и, собственно, в рамках досудебного порядка регулируем этот вопрос, да, но, опять же, если, собственно, указанный гражданин стоит в определенном перечне, да, и имеется в списках вынуждающихся. А, собственно, при... если в досудебном порядке данную ситуацию решить не получается, да, опять же, мы к каждому случаю подходим индивидуально, да, а если есть основания, мы идем в интересах гражданина в суд и в судебном порядке защищаем его права. — Ну что же, спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, что ответы, озвученные мои сегодняшние гости, были для вас вполне исчерпывающими. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.